На третьем шагу Тантес делает свой выстрел, когда Пушкин еще двигался. Выстрел – бах! Пули попадают чуть ниже области живота, и Пушкин падает. Падает он фактически лицом в снег, при этом он теряет из рук свое оружие. Главное в сегодняшнем мероприятии в очередной раз напомнить о личности Александра Сергеевича Пушкина, как самый знаковый поэт для всей России, императорской России, Советского Союза, современной России. Александр Сергеевич Пушкин оставил неизгладимый след в сердцах всех людей, наверное, которые ознакомились с его произведениями. На мероприятии студенты колледжа культуры смогли узнать малоизвестные факты о роковой дуэли Пушкина и Дантеса. Кроме того, что Пушкин был гениальным поэтом, писатель состоял в особом списке в полиции того времени за дебоширство и участие в 29 дуэлях, а также часто критиковал власть в своих произведениях. Всему виной, как утверждали современники, крайне не сдержанный характер. Однажды он даже вызвал своего дядю Ганнибала на поединок из-за того, что тот увел девушку у него на балу. Известный факт, что причиной последней посмертной дуэли были дерзкие ухаживания Дантеса за женой Пушкина, Натальей Гончаровой. А Дантес пытается ухаживать за его женой, но делал это настолько вызывающе. Хотя, казалось бы, 19 век, подобное, вообще вот такой вот легкий вверх на балах, но он не считался чем-то таким зазором. Слова младшего сотрудника Музея истории Тимура Копшанова, Пушкин вызвал на дуэль сначала приемного отца оппонента за плохое воспитание сына. Но тот поручил роль дуэлянта все-таки Дантесу. Тимур рассказал, что пистолет поэта так и не был найден после дуэли, а после была сделана посмертная маска Пушкина. Копия маски, сделанной оренбургским скульптором Надеждой Петиной, а также подлинные артефакты, находятся в Музее истории Оренбурга. Вот с маски Кривейческого музея наш скульптор оренбургский Надежда Гавриловна Петина сняла свою копию маску второго отлива. Вот она здесь перед вами лежит. Вот так выглядело лицо поэта, когда он... Очень понравился рассказчик, рассказывали живо. Было очень интересно узнать не только о самом Александре Сергеевичу, но и само собой о дуэлях. Были заняты такие очень интересные темы, которые в принципе очень полезны на данный момент молодежи, особенно оренбургскому населению. То, что он умер не сразу после дуэли, а через какое-то время. Я это узнал вот только что. О женских дуэлях, о том, что дуэли устраивали не только на пистолетах, но и на всяких предметах, которые можно было просто найти, там, мечи. Ну, впервые, наверное, да, посмотрел пистолеты, из которых стреляли. И вот именно подробности дуэли узнал. Александр Сергеевич неразрывно связан с Оренбургом. Здесь он собирал материал для двух произведений – истории Пугачева и капитанской дочки. Один из подлинников книги можно увидеть среди экспонатов музея истории. Каждый день, даже выходные, сотрудники музея готовы рассказать оренбургцам и туристам о жизни великого писателя Пушкина в Оренбурге.